Недовольство, которое высказал Александр Григорьевич Лукашенко на прошлой неделе в отношении беларусов. Он сказал, что у людей хватает наглости требовать от власти то, что она делать не должна. А еще предложил людям потом, чуть позже, скидываться на благоустройство дворов. При этом, вот я смотрю за этим всем, и у меня в голове крутится словосочетание социальное государство. Это фишка же нынешнего режима. Что за страна такая Беларусь? Это социальное государство. Как вам кажется, не противоречит ли заявление Лукашенко образу социального государства страны при нем? Да, социальное государство это обертка, знаете, вот ее обернули, а внутри там совершенно другая субстанция, дурнопахнущая и, понятное дело, не удовлетворяющая ничьим потребностям. Ну вот Лукашенко, видите, 30 лет вот эту вот тему социальности, он ее эксплуатирует, ее злоупотребляет. А беларусы, вместо того, чтобы разобраться, включить мозги и в конце концов послать все это дело там за русским военным кораблем, продолжают думать, что это и социально. Знаете, вот если бы беларусы посчитали, сколько они платят налогов и сколько вообще они делают разного государству, вот я как-то сделал такое упражнение, да, ты берешь налоговую нагрузку, потом берешь, добавляешь туда регуляторную нагрузку, только сколько нужно там для получения лицензии, разрешений, сертификатов, там разных аттестаций, всего прочего, и дополняешь третий элемент, называется транзакционные издержки, то есть это издержки, когда ты пытаешься что-то там у государства выспарить, отсудить, там или решить какие-то споры, то есть суды, там прокуратура, все прочее, да. И получилось, что где-то 65-70% всего времени, да, вот человек тратит вот на то, чтобы обслужить нашего белорусского левиафана. Это получается больше, чем крепостной крестьянин давал пану своему хозяину. Получается, что ситуация, когда вот этого всего мало, Лукашенко требует, чтобы еще там на два раза избрасывались, на обустройство. Вот, это, ну да, вот, знаете, крепостной, там, крепостной хозяин, да, хозяин вот крепостных, он говорит так, и, пожалуйста, в следующий раз со своими веревками приходите, со своими орудиями производства, потому что иначе я вас буду наказывать еще жестче. Ну вот, послушай, ну, а зато нет войны, зато нет войны, зато санкции белорусы не заметили. Откуда санкции? Откуда санкции? Непонятно, как-то вот они. Но они просто лезут сами, поэтому, ну, сами санкции зато. Может быть, вот что быть лучше, как лучше, да, быть крепостными без войны, крепостными Лукашенко, или с оружием в руках, с кровью и потерями отстаивать свое право на независимое существование? Дилемма? Война-то идет, то, что нету войны конкретно на территории Беларуси, значит, что она сюда не может прийти. Например, вот я бы очень серьезно озаботился, будучи там ЗАО «Семья» или в этом круге, вот тем, что происходит с российскими НПЗ, потому что если российские НПЗ бомбят очень регулярно, то, естественно, те заводы, которые будут поставлять дистопливо и другие необходимые элементы ведения войны для российского ВПК тоже являются абсолютно валидными, обоснованными целями для украинских дронов, для украинских ракет. Поэтому Мозырь, Новополоцк могут приготовиться, и действительно Лукашенко это понимает. Санкции они не почувствовали, потому что, если взять, вот, словно, эффект от санкций и ту пользу, которую Беларусь получила от торговли с Россией как с агрессором и как страной, которая предоставляет гигантский просто там 15% ВВП, так называемый интеграционный грант, плюс еще контрабанда, плюс параллельный импорт и разные другие потоки. Поэтому в целом вот мы этого вроде бы не почувствовали. Но если вы, например, человек, которому нужно какое-то редкое или оригинальное лекарство, если вы привыкли к какому-то там стилю жизни, если вам нужно строительный материал, еще что-нибудь, тут опять-таки добавлять к ценнику 30-40-50%, а вот после, я думаю, в 2024 году будет еще хуже. Поэтому постепенно, знаете, это уже не сразу становится тоталитаризмом. Как Лукашенко в 2024 году пришел, там 3-4 года, все тоже не понимали, а, ну, такой, знаете, пришел себе непонятно кто. Я помню, там 2-3 года мне говорили все там вокруг Верховного Совета, в правительстве тогда, да, ну, мы его тут просто там как скрутим в баранью рог, ты не беспокойся. Так что здесь то же самое, постепенно, постепенно вдруг проснешься, и оказывается того привычного для тебя стиля жизни, стиля безопасности нету, и возможности, и угроза, что и война пришла в Беларуси, тоже совершенно реальна. Ну да, но пока вот мирное небо. До 2025 года дотянет до выборов, как вы думаете, пойдет с этой повесткой, с мирным небом? До выборов он не дотянет никогда, потому что выборов в Беларуси, как вы понимаете, нету с 1996 года, это очевидно. Вот что касается, дотянет, дотянет, так он дотянет до момента, когда его вынесут на кладбище. Потому что этот человек, Лукашенко, власть, это абсолютно тождественно, и никаких других вариантов он себе не допускает, пусть даже там Коля, Николя, Витя, Дима и другие, это все уже не он сам, и у него есть всегда врожденное недоверие даже к самым близким. Поэтому с точки зрения власти это до конца жизни, и тут вопрос лишь в том, как делать так, чтобы вот этот природно-субъективный цикл закончился как можно быстрее. Ладно, говорил он о том, что народец не вышел опять, ну, когда говорил о дорогах. Очень ему не понравились дороги, как-то вот он вдруг, дороги белорусские, что-то с ними не то, и поручено к 9 мая, вот мне нравятся эти даты, к 9 мая. А времени что осталось? Да, заделать все ямы. Причем тут тяжелая артиллерия подключается, сам Головченко назначен там главным куратом. Ну, он экономику уже удержал, то есть есть вера ему. Да, вот как вам кажется, заделают ямы, все получится, все будет хорошо к 9 мая. Знаете, вот почему, ну, победа над дорогами, это не победа над дураками, да, которые эти дороги делают. Естественно, в Беларуси не только эти два проклятия, но еще гораздо больше. Но смотрите, почему Лукашенко взялся с дороги? Я посмотрел вот на количество жалоб, которые писали или там звонили, отзвучивали белорусы за 23-й год. Получилось там 40 тысяч жалоб, то есть 110 жалоб в день, представляете? 110 жалоб влетает только по поводу дорог. Поэтому Лукашенко, который чувствует пульс подневоленного собою населения, естественно, отреагировал так, а что это такое за безобразие? Мы же вроде дороги делаем, но одно дело делать дороги потемкинские, такие большие, платные, которые мы все знаем, они такие хорошие. Другое дело, там, заботиться о дорогах, по которым там никогда не проезжает тачанка главы ЗАО «Семья». Поэтому тут люди начали роптать, возмущаться, как бы ни обвинили его в элитизме и оторванности от того социума, который он вроде бы должен защищать. И пожалуйста, причем, знаете, если посмотреть на те деньги, которые выделяются на дороге, там 2,1 миллиард рублей, это копейки. Потому что если верить опять официальной статистике и тому количеству ям, это 160 тысяч квадратных метров ям, знаете, с какой точностью люди высчитали количество ям. Я думаю, это сделано специально, знаете, для чего? Для того, чтобы потом, знаете, берется такой совершенно спокойный такой классный расчет. Одна яма в среднем заделывается там за там условно 200 долларов или 250 долларов. Вот они и посчитали, сколько нужно на эти ямы. Потом сказали, Александр Егорович, так мы же потратили не 2 миллиарда, а потратили 5, дай, пожалуйста, нам. Ну ладно, хорошо, 5 нету, на нате 4. Вылезали, получилось в два раза больше, чем, собственно, изначально планировали. Так что ямы это тоже, знаете, ямы и дураки нашли совместный проект по выкачиванию денег из бюджета. И Лукашенко, знаете, а ты там с покорностью такой, да, это же тачанки ездят. С другой стороны, есть еще тоже такой экономический смысл для производителей народного автомобиля «Джили», да, который там после двух-трех лет эксплуатации, понятно, дело требует большого ремонта, и опять-таки бизнес для вот этого проекта. А возить машины из-за рубежа дорого, мне такая интересная статистика попалась на глаза, да. Вы видели, очевидно, я писал по поводу чистой средней заработной платы по странам, там Беларусь 67 место, там не целых там без пол доллара 500 чистыми насчитали эксперты, да. И при этом такая информация, что там Германия имеет больше трех тысяч долларов, да. При этом поддержанная машина в достаточно нормальном состоянии в Германии немцам обходится чуть ли в 10 раз дешевле. Получается, что Беларусь в социальном вот этой модели, да, делает все для того, чтобы как можно больше из этих крепостных выжимать. А крепостные думают, что это и есть социальная защита, понимаете. Это вот, знаете, чудо в том, в кавычках, что когда мы были в Советском Союзе, там был железный занавес. Информации не было, книг не было, не было с чем сравнить. Вот мы сравнивали с 1913 годом, как нас учили, да. А тут же сейчас открой интернет, открой, послушай, обычно утро послушай, там, не знаю, там, много есть всего почитай, и ты будешь знать. Но вот эта вера в зомбоящих, в то, что это же государство сказала, а то, что государство является самым главным лжецом, вот, лая-лая, помните, с Джимом Керри и замечательный фильм, вот это вот именно про государство белорусское. Поэтому, друзья, дороги будут лататься хронически, потому что это хороший бизнес и на битуме, и на щебне, и на работах. И эти люди, которые строительно-дорожная такая, даже не мафия, я бы сказал, это просто такая сеть паразитов, которые жируют на бюджетах местных и республиканных, и национальных. Вот и все. Для мафии они не слишком предприимчивые и умные, да. Я вот, вы говорите про доходы, там, у немцев такое, там, у белорусов такое, а про стоимость машин, значит, у немцев в 10 раз дешевле машины. Я недавно просто случайно, ну, сидел в интернете, там, зашел в свой, этот самый, банковский офис, и мне подсунуло рекламу, покупайте машину в лизинг, машину в лизинг. И я думаю, ну, просто посмотреть, какой там лизинг, ну, просто посмотрите, как это работает. Ценник, да. Да, ценник. Значит, Мерседес А-класса новый, новехонький, красотуля такая вот прям 25-24 года. Значит, ты берешь в лизинг, ты платишь, сейчас я переведу. Это ты здесь? В Польше, в Польше. Ты платишь 15 злотых, это где-то 3800 долларов. Сразу? Сразу 3800, и потом ежемесячно в течение там 3-4, я не помню, сколько там лет, ты выплачиваешь 430 долларов, то есть там 1700 злотых. И знаете, вот в чем лов... Когда, если бы я сейчас находился в Минске и жил бы в Беларуси, как жил, если бы мне сказали, ну, вот, ты выплачиваешь ежемесячно там полторы тысячи, ну, 1400 рублей, ну, это, блин, больно было. Больно, конечно. Это очень больно. Но когда мы говорим о том, что это 1700 злотых, при том, что там средняя зарплата поляка моего возраста, это там 15 тысяч злотых, да? Средняя зарплата в Польше, я сейчас скажу вам, сколько? 1127 долларов чистыми после уплаты налога. Ну, это средняя. Средняя, да, средняя. Это средняя, это вот, да, 4400, это очень маленькая сумма. Я же, ну, как бы я разговариваю с поляками, которые моего возраста уже, там, по 40 лет они что-то добивают. Да, там, ребята, там, 15, 20 тысяч, 25 тысяч злотых они зарабатывают. Да, да, да. Если перевести, там, в среднем 20 тысяч злотых, это 5000 долларов. Ну, да. И 1700 злотых выделить из этих 5000, ну, это просто, и это Mercedes A-класс. Ну, окей, хочешь взять себе E-класс, бери, ну, 2000 будешь платить в месяц. Ну, пятерку сразу забросишь долларов, и 2000 злотых будешь платить в месяц. Это так просто. И здесь же половина, тут все эти самые ханурики дешевые из города, да, все на машинах на этих, на БМВ, на новых, на красивых. Вот, потому что это просто. Да, когда переводишь... То же самое мы говорим с ипотечными кредитами, если, например, в Америку. То же самое с другими вещами. Когда система финансовая, кредитная настроена, то деньги длинные, деньги хорошие. Если у тебя хорошая кредитная история, то у тебя достаточно хорошо. Просто ты дисциплинированно это делаешь. Просто в Беларуси, когда вот им говорят, что ипотечный кредит под 16-20% на какое-то время, и ты думаешь, боже мой, так это же грабеж, тем более, в белорусских условиях. То есть в Беларуси есть система, в которой 3% населения получает все, а 97% за это все платит. Это все абсолютно несправедливое, разорительное для этих 97%. Покуда 97% не поймут, не мобилизуются, не осознают, это будет продолжаться. Но заметьте, даже 40-110 белорусов в день писали по поводу дорог. Каждый день в течение года. И по действиям Лукашенко начал отражать это. А если бы тысячу белорусов в день писали по поводу того, что у нас нет свободы, у нас слишком высокие налоги, у нас нет условий для деятельности самореализации. Ярослав, ну вы писали, во-первых. Во-вторых, тысячу в день. Ты бы и больше писала был период. Достаточно взять пятерых, жестко их отмутузить, поместить на сутки на Крестино, и потом еще уголовку им в плечи. И тысяча это растворяется. Тут все просто. Про дороги-то ладно, они не так вредны для лукашенковской власти, тех, кто пишет про дороги. А вот если, как вы говорите, писать про свободу и все остальное. И знаете, есть же продукт, всегда это продукт договора между обществом и властью. Вот то, что режим. Что это такое? Это вот власть заключает договор с обществом. Вот власть заключает. У власти такие условия. Вот мне нравится дубина, значит, или срок уголовный. Это не власть, это просто мафиозная группировка, захватившая власть отдельно, поставившая под контроль всю территорию. Знаете, с другой стороны, когда мы говорим про вот этот договор, вот те же предприниматели белорусские, вот они начали роптать, же открыто, жаловаться на то, что они не выдерживают, что большая волна банкротства будет скоро, особенно в рознице. Вот если бы все даже, вот говорю, регулирование цен, да? Это же не политика данной ситуации, это не выборы, не избирательная комиссия, просто то, что разоряет реально. Соберитесь, сделайте заявление, скажите, сделайте ссылки на ученых. Белорусские ученые молчат, белорусские предприниматели так, а можно, вы нас не будете закатывать в асфальт вашим ценообразованием? Пожалуйста! А то такой ефрейтор выходит, какой-нибудь там полковник, который знает про экономику столько, сколько я там про созвездия Кассиопея, и говорит, вот, нет, будете платить, потому что это социальная ориентация государства. Какая социальная ориентация ценорегулирования, никто объяснить не может, но вот эти кричалки там, «Ленин живее всех живых» продолжают там звучать. Ну, ладно, давайте про госдолг поговорим. Лукашенко сказал, что госдолг Беларуси не превышает 32%. Вот, мы рациональны в финансовых вопросах, он говорит, не позволяем накапливать и перекладывать свои долги на будущее поколение. Что я цитирую? Наш государственный долг не превышает 32% ВВП. Не секрет, что в ряде высокоразвитых стран, мне нравится, как он, не секрет, что в ряде высокоразвитых стран этот показатель в разы выше. Гераслав, давайте, пожалуйста, нам, мне в том числе, но и нашим зрителям объясним, что тут вот госдолг не превышает 32% ВВП. Лукашенко говорит, что это... Что такое этот госдолг? С чем его едят? И эти 32% можно ли верить, во-первых, этой цифре, ну и со всеми вытекающими? И стоящие часы два раза в сутки показывают правильное время. И если Лукашенко скажет дважды 2-4, то мы, конечно же, спорить не будем, потому что это аксиома. То же самое здесь. Есть государственный долг. Действительно, в странах, например, еврозоны, государственный долг составляет порядка, там, под 100% ВВП. То есть в три раза больше, чем в Беларуси. Смотрим США, где-то 112. Причем в абсолютных цифрах это 34-35 триллионов долларов. И каждые там два года он увеличивается чуть ли на триллион на больше. Это просто абсолютно безобразная вещь. И я говорю, Запад деградирует, потому что он забыл одно из базовых правил западной цивилизации. Жить по средствам, за чужой счет и нести ответственность за свои решения. А если ты можешь перекладывать это все дело на будущее, ну ради бога. Тут много разных аспектов, но смотрите, почему долг Беларуси упал. Причем здесь говорится про внешний долг. Внешний долг состоит из двух частей. Государственный, то, что, собственно, берет само государство. И коммерческий. То есть банки берут, предприятия, они тоже могут кредитоваться. Причем там много львиная доля этого долга под госгарантии тоже берется, под государственные гарантии. И в 2023-2024 году, как вы знаете, Лукашенко своеобразно отнесся к своим долгам по евробандам, сказав, что мы будем отдавать в рублях. Что противоречит подписанным договорам. Там написано, что только в валюте, только вот так. И поэтому, когда Лукашенко, вот Минфин, он говорит, мы заплатили, потому что мы рубли зарезервировали. И считается, что долг на эту сумму сократился. На самом деле он никуда не рассосался. Он же есть. Поэтому то, что эти радужные цифры, что 32%, ну плюс еще там внутренние 2% всем, до 40% ВВП для страны с таким уровнем развития, это абсолютно управляемый долг. Вот это долг где-то на уровне Швеции, по-моему, скандинавских стран. То есть достаточно консервативная, разумная политика. Причем, опять-таки отметим, какие-то, знаете, макроэкономическую дисциплину в той же нацистской России, которая имеет госдолг еще меньше, до 15%. То есть запас вот этого долга, брать в долг еще очень большой. В отличие, например, от многих стран Европейского Союза, Америки, в Украине в этом году долг приблизится к отметке 100% ВВП. И вопрос в том, что когда вы тратите в Украине 10-12% ВВП экономики на обслуживание долга, на отдачу долгов, это просто, ну, это удавка. Вот это абсолютно неподъемная вещь. Поэтому это Лукашенко понимает, что у него, кто может ему долг взять, дать, Россия и так дает, Китай и так дает, ну, может что-нибудь там вытагонить у тех же арабских стран, и все. Россия, кстати, отсрочку дала до 29-го года по... Ну, это вот считай, что подарила там пару миллиардов долларов ему опять-таки. Плюс это, а наша Россия понимает, что втягивание Беларуси в инвестиционные проекты, втягивание вот это инфраструктурное, плюс экспорт транзита удобрений, плюс банки, это все часть поглощения полного экономики Беларуси, чтобы там вообще дыхнуть нельзя было. И, собственно, так оно и есть. Вот, поэтому с долгом нету никакой магии, и Лукашенко не, значит, совершает какие-то там чудеса. Он просто вот списывает то, что на самом деле в любом случае нам придется возвращать. Ну, и еще одно, просто никто не дает. Знаете, он обычно, у нас сложилось увеличение госдолга, потому что у нас были проекты с Всемирным банком, проекты с Европейским банком реконструкции развития, у нас МВЭ, там что-то когда-то давным-давно давал, а сейчас же никто не даст. Вот, поэтому одно дело, когда вот ты берешь там вот те же долговые проекты, были на реконструкцию дорог, и Лукашенко не тратил на это, потому что были деньги, потом это потом были платные дороги, и они как-то работали, отбивали эти деньги. А сегодня, ну, никто не дает, а во-вторых, а куда, а под что брать? То есть те проекты, которые вот сегодня реализуются, это проекты, которые на российские инвестиционные там или другие деньги, вот, и поэтому нет необходимости. Лукашенко, вне сомнения, бенефицар той войны, которую ведет Россия, а Беларусь подставляет материальную базу для того, чтобы пользоваться российскими деньгами, тем самым показывая вот эти хорошие, относительно хорошие макроэкономические показатели. А какой реально госдолг, как вам кажется? Какой цифры, если суммировать все, о чем мы сейчас говорили? Если суммировать, получается, где-то 45-47%, он где-то будет до 50%. Тоже не катастрофа? Нет, нет, абсолютно нет. То есть в этом плане я говорю, что Минфин, вот у нас в Беларуси, что спасает Лукашенко от тотального развала, как и в России, да, что есть вот такая консервативная, технократическая, там, сердцевина белорусской этой модели, да. Вот и помните, был прокоп... Лукашенко просто, он как бы уже обжегся на Прокоповича, обжегся на этих инфляционистах, вот. А традиция Минфина всегда была жить, ну, там, плюс-минус 2% ВП Госдома. Все, у нас были профициты. Поэтому, вот, знаете, вот этот порядок, который есть на улицах, он есть и в финансах. Просто он не такой жесткий, не такой системный. Но, тем не менее, вот, белорусский Минфин, я не знаю почему, потому что, очевидно, его Лукашенко уполномочил, гораздо чаще говорит нет, чем украинский, чем польский даже, потому что тут проблемы с финансированием гораздо-гораздо больше. Я не говорю уже там про Италию, про Испанию, про Францию. Там вообще катастрофа с финансами, с обслуживанием Госдолга и с теми, чем это все закончится. Ну, видите, нашли вот хорошее, вы говорите, все плохо. Вот, пожалуйста. Нет, ну, что есть и есть хорошее, то есть хорошее, ничего не сделаешь. Мы же с вами не пропагандисты, мы диагносты. Да, ну, правильно, да. Хочу, чтобы сейчас мы перешли к теме. Я хочу, чтобы наш режиссер показал картинку, она называется Ширденмасс. Ширденмасс. Широкая денежная масса. Широкая денежная масса. Ярослав, можете объяснить нашим зрителям, что на этой картинке, что происходит вообще? И чего боится назван? Циферки, которые вы видите слева от себя, то есть смотрите, 34, да, это вот цифра, насколько увеличилось показатели за последние 12 месяцев. То есть с 1-го 23-го, 1-го 24-го. И вы видите, что количество наличных денег в обращении существенно увеличилось. То есть 34%. И когда вы, вот первая фаза создания там кредитной какой-то там пирамиды, оно нормально рассасывается. Потом для того, чтобы оно работало без давления на курсы, без давления на цены, нужно, чтобы спрос на эти деньги был в реальном секторе экономики. В производстве, в торговле, в каких-то других операциях, в инвестициях. А этого-то нету, понимаете? Поэтому национальный банк начал подходить к этому уже осторожно. И начали вот этот интересный показатель, отличающийся от остальных, это М1, или денежная база, потом еще есть один показатель. Видите, там минус такой за 2 месяца, да? Потому что резко сократились резервы. Когда резко сокращаются резервы, значит, что либо они идут на покрытие плохих долгов, либо они идут просто потому, что отдельные игроки финансового рынка, им по-другому оценили риски. Поэтому, друзья, если условно ты откладывал 10% того, ну, операции резервирования было, то для тебя можно 5%. Вот это Беларусьбанк, это могут быть другие банки. Я не знаю там конкретно, потому что эти вещи там, они всегда там закопаны в секретных постановлениях. Но вот то, что за счет чего произошло сокращение там М1, это мы видим, что за счет именно сокращения резервных денег. Значит, деньги эти пошли. Значит, что национальный банк, вот там сидят очень там прагматичные технократы. Они понимают, что во второй половине года эти деньги, естественно, начнут давить на цены или на курс. Вот, и то, что предупреждает национальный банк, да, что, друзья, мы-то можем, вот 34%, я уверен, что они начнут сокращать, печатать деньги без политического заказа. А если будет политический заказ, потому что год-то у нас как раз самый, что ни на есть, политический перформансный, да, политический. Поэтому вот ему и прилетит от администрации, от ЗАО «Семья», не смейте ужесточать денежно-кредитную политику в 2024 году, потому что мы тут в состоянии там переформатирования, переназначения главы ЗАО «Семья», да. И тут, понимаете, если они еще в 2024 году добавят пылу, жару, да, то есть они ослабили резервы, значит, ослабили возможности, снизили возможности управления рисками в банковской системе. А потом, если они еще добавят, значит, наличных денег, вот так, как они добавляют в 2023 году, тогда вот эти два потока сойдутся, естественно, будет очень-очень жарко на валютном рынке. После выборов. Ну дотянут же, а что нет? Вот, вот, вот. И тут, понимаете, даже если они не будут дотягивать, это же, опять-таки, там во второй половине могут начаться ограничения, могут начаться там какие-то там, банкам нельзя будет продавать валюту. То есть, если это слишком рано сделать, то вот это ограничение ценовое, да, оно создаст высокие девальвационные инфляционные ожидания. Вот белорусы по-прежнему, им говорят, инфляция в Беларуси там меньше, около 6%, верьте, что мы справились. А белорусы все равно думают, что она 15-20%, да. То же самое с девальвацией, она еще более такой разрушительной для финансовой системы белорусской вещи. Если белорусы будут видеть, чувствовать, что в воздухе запахло реальной девалюацией, да, потому что есть больше денег, потому что нету экономической активности, потому что Рашка там условно начинает заниматься совершенно другими вопросами не до Беларуси, вот тогда, конечно же, ситуация может быть действительно и до выборов даже, до вот этой кампании становиться очень напряженной и искрить. Ну, я не буду у вас уже просто из уважения спрашивать про курс. Сколько можно? У нас есть у этих всех субъектов, которые, ну, плевать, они хотели на такой курс. Они на курсе 3,2 заработают, они на курсе 5 еще больше заработают. Ну, хорошо, тут, Ярослав, столько тем, столько тем, я даже не знаю, куда ткнуть, но, знаете, вот интересный, давайте, 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 может быть, что-то и да потом оставим, потому что есть вечная тема, например, агроусадьба. Да, 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 да. Ну, просто Вадим Руссадьба, Костя, это просто совершенно потрясающая вещь, да, вот. Дайте, я расскажу, я посвящу тогда наших зрителей в этот, ну, давайте это обсудим, я посвящу просто чрезвычайно интересная тема. Чиновница Витебского обл.исполкома, как там ее зовут, не помню. Анива, Неваша. Да, она рассказала, что в Витебской области, я сейчас цитирую ее, цитирую, было очень много агро-экоусадеб. Основная масса приходилась на Брасловский район, там было 300 агро-экоусадеб. А при перерегистрации осталось 5. Вот так. Было 300, а сад 5. То есть, ну, при перерегистрации эти вот бизнесы убивают, да, маленькие? И чиновница говорит, что главной причиной отказов при перерегистрации стало то, что основной их деятельностью агро-экоусадеб стала сдача жилья в наем. В наем. Ну, неважно, в наем, в наем. В наем. Да. Я ничего не понимаю. Садьба. Там уже селят, кормят. То есть, получается, рестораны закрывают за то, что они кормят обеду. Потому что там людей ей, да, кормят. Ну, кстати, одно дело, вот это вот пример того, как любую, даже самую хорошую работающую идею можно довести до состояния, типа, преступления и потом закрытия, да? Вот смотрите, что такое агро-экоусадеба? Они как бы думали так, выходные, там, суббота, воскресенье, свадьбы, там, годовщины какие-то, там, юбилей будут отмечать. Отмечать люди едят, изучать фольклор местности. А тут, получается, приезжал какой-нибудь, вот, Константин с Людой и с Ярославом, и говорит, а давайте нам три комнаты, мы будем тут четыре месяца жить. Потому что нам нравится творить. Мы книжки пишем, мы музыку пишем, мы там еще что-нибудь там делаем, да? А это уже другой вид деятельности, понимаете, с точки зрения чиновника. И вот они, вместо того, чтобы сказать, как замечательно вот это все развивается, и люди отдыхают, и зарабатывают, и больше оживают эти агро-экоусадьбы вокруг агроусадеб могут вырасти и деревни. Вот они говорят, нет, не положено, а мы закроем. Представляете, сколько там сотен миллионов долларов вложили в эти агроусадьбы, сколько людей осталось. Они там работали, заработали какую-то копейку. Там же небольшие деньги, там попробуют этот труд большой, да? И такая-то чиновница говорит, а вот не положено по инструкции, которая была утверждена такого дела. И пошли в задницу. Вот поэтому из 300 осталось 5. Причем, заметьте, это же Брославский район, озера, вежливозду, реабилитация, чудо. Не хрен дышать свежим воздухом, наслаждаться белорусскими озерами. Едьте, вы уезжайте вообще. Это не дело. Так а сколько можно жить в агро-экоусадьбе, по мнению чиновников? Два дня или два с половиной? Это просто абсурд, понимаете? А если у меня агроусадьба, например, была 100% загружена, да? Какая разница, у меня приезжает в день, там, условно, в месяц 10 человек, или один человек снимает комнату, платит постоянно. Мне даже лучше. Тем более он там может взять, там, еще мне предоплату сделать, я за это какой-нибудь там ремонтик сделаю, еще что-нибудь сделаю. Так это лучше всем вообще? Да, да, всем, кроме чиновника, который пишет инструкцию, не положено, да. Что такое, давайте, чеканить шаг, что такое? Это сколько сантиметров нужно от земли отнимать, там, 30 или 28? Вот ты на 28 поднял, не чеканил шаг, три нарушения, забираем лицензию, пошел вот, все. Предвижу уже, уже предвижу, я, значит, совещание. Что вы не даете людям работать? Что они не имеют права там, ну, хотят, пусть годами там живут, вам-то какое дело? И эти запишут все, поменяют все обязательно, но надо, чтобы донесли, потому что пока насколько вот я, как бы, да, ну, закрыли и закрыли. Я не вижу, не слышу какого-то возмущения, то есть где-то кто-то, может быть, какое-то письмо бы составил. Я этого не слышу, может быть, не все так страшно, может они, как бы, ну... Может, они не нужны были, эти 295, которые закрыли? Да, ну, типа, они были как агро-экоусадьбы, а сейчас они стали гостиницами, там, условно, и наплевать. Да не стали гостиницами, другие законы, другое налогоблажение, другое регулирование, понимаете, поэтому совершенно они не могут работать в таком режиме. Просто, опять-таки, вот агроусадьбы, их там много, да, вопрос о том, как защищать коллективные права. Так вы сделайте, обратитесь, что есть там ассоциации, сделайте свою ассоциацию агроусадьев, напишите, обоснуйте, расскажите, покажите, сколько вреда будет нанесено конкретно, вот, и районам, и стране в целом. И тогда вот на такую информацию, вот, как ты абсолютно правильно говоришь, Лукашенко 100% отреагирует. Потому что вот это, оно разобщенное, оно ничем не объединенное, оно просто скажет, ну, молодец, батька нас вытянул, защитил. Вот, что они скажут по итогу. Поэтому я думаю, что вот эти темы тоже чиновничья беспредела. Причем, заметьте, новый министр экономики, который должен был что-то сказать, вот, помните, мы думали, а как будет эта новая метла нести? Вот, пожалуйста, метла. Плевать она хотела на предпринимателей, причем малый бизнес, средний, там же это семейное. Это там возрождение деревень, там и денег чуть больше, и культуривание. Ну, весь позитив. Все равно инструкция написана, хоть ты сдохнешь. Мне просто интересно то, что, ну, вот, кто говорит об этих несчастных агроусадьбах? Вот только мы, получается, говорим. Ну, да, мы должны понять, вот, кто должен быть. Союзы предпринимателей должны говорить, объединенные. В новостях должны кричать. По большому счету, вот, по большому счету, вот, я был бы каким-нибудь даже этой палаточным этим депутатом, этим назначенным, да? Ну, тебя же за тобой, ты же люди, да, тебя назначили, да, ты такой весь в погонах. Ну, ты же видишь, что это, кому от этого будет лучше, когда эти вот, там, 200, там, 95 усадеб закроются, где были вложены деньги, где бы ремонт сделан, мебель сделана, люди работали. Ведь эти люди потом уедут из страны, закроют это все мохом, порастет травой. Вот, даже эти простые аргументы не доходят, потому что чиновники, дуболомы чиновников лишили возможности, сначала права, а потом возможности думать, принимать самостоятельное решение. Поэтому, вот, они, по большому счету, если бы у нас было такое социально ориентированное государство, или народная власть, да, чтобы сделали чиновники, они бы обратились к правительству с, там, просьбой или с предложением изменить описание деятельности агроусадеб, оставить их в покое. Все. То есть, надо просто было бы сделать для того, чтобы сохранить вот это и, да, чтобы больше развивалось. Но они же, а как это мы будем обращаться, а нас заподозрят в том, что мы в доле, а потом начнут проверять, а может у кого-нибудь найдут наши крышуемые агроусадьбы, понимаете? Вот и все. Поэтому, ай, пусть оно сгниет и пропадет, и все. Редактор субтитров А.Семкин